Всем привет! Сегодня шью вот такую нежную сорочку, эротичная платьица из кружева шантильи и нежного шелка армани. Приглашаю вас к просмотру, ведь бесконечно можно смотреть на три вещи, как течет вода, как горит огонь и как работает другой человек. Приятного просмотра! Сегодня шью из такого тонкого, нежнейшего кружева шантильи. Оно немного тянется, ну совсем чуть-чуть, минимальное растяжение. Вот так вот оно тоже немножечко. Немножко туда, немножко сюда, но вообще это не эластичное кружево. Вот оно такое классное, тонкое-тонкое. И у меня здесь 50 сантиметров шелка армани. Такого классного цвета, марсала. На камере, конечно, это ярче все выглядит, как всегда. Не знаю, почему до сих пор не изобрели устройство, которое бы полностью передавали цвет в идеале. В общем, вот такие дела. Ну, понадобятся еще резинки. Или я нашью косых беек, я еще не определилась. Из материалов вот это. Там уже походу, если что-то буду добавлять, то на видео скажу. Все, начнем. Для построения лифа использую лекало чашек бралета. Ссылку оставлю на них в описании. Складываю их вместе, чтобы они образовали по низу прямую линию. Отмечаю начало и конец. Измеряю сумму выточки. У меня это 8 сантиметров. Черчу прямоугольник. По длине, равной длине лифа, в моем случае 32 сантиметра, по себе измерьте. Эта вертикальная линия проходит в том месте, где две чашки сходились. Обычно боковая чуть больше, чем центральная, поэтому эта линия проходит неровно посередине. Сейчас отметила точку, расстояние от края лифа до соска, у меня это 18 сантиметров. Выточку нужно разделить на 4 части и полученное значение отложить от центральной линии в стороны. Соединяю точку центра груди и выточки. Центр скругляю немного. Теперь провожу вертикальные линии от верхнего края к нижнему. Должны получиться такие два длинных треугольника. Юбку краю сразу на ткани, складываю по долевой примерно на 40 сантиметров. По верхнему срезу отмечаю. Мерку равную 1,4 объема бедер, для того, чтобы бедра свободно входили. Вниз отступаю 2-3 сантиметра и очерчиваю верхний срез. Вниз отступаю к длину изделия, в моем случае примерно 45 сантиметров. По нижней линии отмечаю расстояние равное примерно на 10 сантиметров больше, чем объем бедер. То есть по верху у меня было 25, по низу 35. Теперь нужно отмерить длину юбочки. Таких деталей должно получиться 2. Лекало лифа прикладываю близко к фистону. Смотрю, чтобы верхний край точно упирался в край фистона. Так будет красиво, когда мы сошьем эти две детальки. Я хочу оставить чуть больше расстояния от края, поэтому я немного лекало отодвинула. По центральному шву даю 1 сантиметр припуска, по нижнему срезу 2 сантиметра припуска. Теперь этой детальке мне нужно найти абсолютного близнеца, как бы я сказала. То есть нужно выложить ткань так, чтобы полностью совпадал рисунок, фистоны. Тут важно еще не перепутать изнаночную и лицевую сторону. В точности по вырезанной детали выкраиваю и вторую деталь. Точно так же нужно поступить из боковой. То есть сейчас у меня на видео центральная часть. То же самое я делаю и с боковой деталью. Пошив начну с того, что соединю обе детали лифа, боковую и центральную, с помощью выворотного шва. Получившийся шов с припуском мне нужно пришить на боковую часть. То есть припуск откладываю в сторону на боковую часть и прошиваю зигзагом бельевым. Это тот, который пунктирный. 1 на 5 миллиметров. Для того, чтобы шов был плоским. Боковые швы юбочки стачиваю на верлоке. Можно также обработать в разутюжку. Нижний срез юбки обрабатываю роликовым швом. Можно использовать московский шов на прямострочной машине. Теперь я отмечаю по передней стороне юбки середину. Сейчас на меня смотрит изнанка юбки. Изнанка к изнанке я складываю на нее чашечки. То есть вот эти детали лифа. Они должны по центру друг на друга заходить примерно сантиметра на полтора. То есть накладываю их друг на друга. Скалываю булавками. И это место пришиваю еще на машинке временным швом. То есть выставляю самую длинную длину стежка, какая у меня есть. 4 или 5 миллиметров на машинке. И прокладываю строчку для того, чтобы эти чашки в процессе дальнейшего пошива никуда не сдвинулись и не съехали. Я не хочу собирать объем на передней части на животе, чтобы у меня это все пузырем собиралось. Поэтому я делаю сборку только по задней половине юбки. Вы же можете сделать равномерную сборку. Выставляю максимальное натяжение стежка, а также максимальную длину. И на большой скорости сборочка получается сама равномерно. С помощью машинки. И потом вот так руками немножечко еще распределяю. Отмерила резинку, стачала ее в кольцо. И теперь мне нужно ее распределить. Так как я по передней части не делала большую сборку, то в этом случае резинку я распределяю неравномерно. На переднюю часть оставляю больше длины резинки, на заднюю часть оставляю немного меньше. Здесь очень важно, чтобы резинка была мягкая, эластичная, чтобы она очень хорошо растягивалась, чтобы вы либо через плечи могли надеть, либо через бедра, ну уже в готовом виде изделия, чтобы на вас налазило, чтобы широкая часть вашего тела пролазила в эту резинку. Поэтому нужно выбирать очень мягкую, эластичную. Итак, распределяю резинку по периметру юбки. Закалываю все это дело булавками. Пришиваю резинку сначала по изнаночной стороне. Сейчас на меня резиночка смотрит лицом, но шьем мы на изнаночной стороне юбки. Белевым зигзагом 1х5 мм, немного не доходя до края резинки. До левого края резинки где-то примерно на 1-2 мм не доходим строчкой. Срезаю все, что у меня пушится и махрится, убираю все временные строчки и отворачиваю резинку теперь уже на лицо и приметываю ее. Вывернули резинку на лицо и теперь по лицевой стороне, по нижнему левому краю резинки опять прокладываем строчку белевым зигзагом 1х5 мм. Резиночку натягиваем. Останется только пришить бретели и сорочка готова. Используя резинку на лицевой стороне юбки. для того, чтобы получилась вот такая изнанка. Видите, шов полностью запечатан, полностью, ничего не торчит, никаких оверлоков здесь нет. Вот так вот выглядит это все с изнанки. С лица выглядит вот так. Вот она по лицу, широкая резинка, а с обратной стороны, видите, оверлочный шов боковой. И верхний шов вот такой вот. Вот он, здесь швы плоские на лифе, бретели просто пришила мелким зигзагом, крест-накрест. Бретели получились где-то примерно по 48 сантиметров у меня. По себе, конечно, смотрите, можно примерочку сделать, на примерке определиться. Я, кстати, на примерке еще срезала длину. Изначально длина у меня была 50 сантиметров. Когда я померила, оказалось, что длинновато для меня. Поэтому я срезала вот здесь у меня ролевый шов по низу. Ролевый шов в таких изделиях очень прикольно смотрится, так воздушно. Ну что ж, это все на сегодня. Я вас благодарю за просмотр. Желаю вам любви, красоты, доброты. Пишите письма, оставляйте комментарии. Будут деньги, высылайте. Пока-пока.